4 ноября на стадионе «Металлург» состоялся открытый футбольный турнир, посвященный Дню Народного Единства. На соревнования заявились 16 команд из Ленинского района и ближайших городов. После проведенной жеребьевки команды разделились на 4 группы. Первые две команды по лучшим, по очкам, по лучшей разнице выходят в плей-офф. За 1-4, полуфинал, финал за 3-е место. Для многих участников соревнований футбол не просто увлечение, а действительно спорт номер один. Например, Рубен Бабаян занимается футболом уже 8 лет. У нас есть тренинг, к сожалению, он сегодня не смог прийти. А так мы с своей командой часто собираемся, проводим тренировки, чтобы более подготовлено подходить к матчу. Под телек увидел, как бы футбол понравился, начал играть. Пошел на секции, поиграл. Теперь пошел, поехал. На поле выходили как школьники, так и представители старшего поколения. Команда из Расторгуева – постоянный участник летних турниров и видновской любительской футбольной лиги. Ну, тут много просто игроков, которые участвуют везде, все как бы перемешаны. Так что, в принципе, половину, можно сказать, знаем, кто как играет. Так что, ну, хороший уровень. К слову, в Ленинском районе на протяжении всего года проводится множество соревнований по футболу. Звездочка для самых маленьких. Удар в девятку – школьный турнир. Первенство Ленинского района и игры среди ветеранов спорта. Будем дальше продолжать эти турниры, будем дальше поддерживать. Но задача, конечно, чтобы сегодня у нас, участникам, было комфортно на стадионе, чтобы сегодня все условия были созданы. Уже в скором времени на стадионе «Металлург» полностью откроется трибунный комплекс с раздевалками и спортивными залами. Также в планах у администрации городского поселения замена покрытия на футбольном поле. А победители этих соревнований получили традиционные призы – кубки и индивидуальные медали для лучших игроков.